Что беспокоит хирурга перед предстоящей операцией? Хорошо ли будет обезболен мой пациент? Комфортно ли мне будет оперировать? Будет ли кто-то следить за всеми изменениями в органах и системах пациента во время операции? А что переживает пациент перед операцией? Будет ли мне больно? Буду ли я спать на операции? А есть ли в конце концов тот ангел-хранитель, который будет оберегать меня во время операции? И такой ангел-хранитель есть как для хирурга, так и для пациента. Это вся анестезиологическая бригада. Зачастую совсем незаметная и быстро забываемая. По итогам осмотра больного определяется метод и способ проведения анестезии. С учетом всех обследований, тяжести болезни, длительности предстоящей операции, состояния, а также состоянием и предпочтением самого пациента. Часто операции могут проводиться под региональной анестезией, спинальной, эпидуральной, проводниковой. Мы с вами в малой операционной, где проходят небольшие операции, манипуляции и эндоскопические исследования под седацией и внутривенной анестезией. Несмотря на то, что это малая операция, небольшие наркозы, степень безопасности пациента от этого не страдает. У нас существует здесь кардиомонитор, у нас существует здесь концентратор кислорода, у нас существует здесь помпа, которая вводит лекарства по заданным анестезиологам дозировкой в вен. А что же общего во всех обезболиваниях? Это постоянное присутствие анестезиолога, его контроль и коррекция деятельности жизненно важных органов при помощи аппаратного мониторинга подачи кислорода в том или ином виде. В нашем центре существует автономная система производства и доставки кислорода к месту проведения операции, а также автономная система электропитания на случай отключения централизованной. Небольшие операции проходят под внутривенной анестезией, когда наркотические обезболивающие препараты дозировано или непрерывно вводятся в венозный катетер. Аппаратный мониторинг в этом случае обязателен, а более длительные и болезненные операции проходят уже с применением ингаляционных анестетиков, а также аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас мы вам покажем работу анестезиологической бригады в рентгеноперационной, где проходят операции по удалению камней из мочевых путей. Операционная у нас большая, полностью оснащенная. Пациенты подают из предоперационной палаты, укладывают на операционный стол, будет проведена вводная внутривенная анестезия, и дальше мы вам покажем сам процесс перехода на лоригиально-машечную искусственную вентиляцию. Пациенту проведена внутривенная анестезия, он спит. Сейчас мы без его сознательного участия поставим на лоригиально-машечку и переведем на искусственную вентиляцию. Вентиляция Вентиляция легких подобрали параметры, которые нормально осуществляют сатурацию, углекислоту, подобрали определенные параметры содержания севарана, теперь вводим в хирургическую стадию наркоза и будем разрешать хирургам оперировать. Применяются различные способы и методы искусственной вентиляции легких. Это либо лоригиально-масочная или эндотрахиальная анестезия. Сейчас мы вам показали пациентку, которая находится на искусственной вентиляции легких. Сейчас мы находимся вне задействованной рентгеноперационной. Хотим показать далеко не полный набор всего того, что у нас обеспечивает проведение искусственной вентиляции легких. Это полный набор клинков, которые только можно себе предположить и для трудной интубации, и для обычной интубации, и еще один для трудной интубации. Набор эндотрахиальных трубок полностью со всеми номерами, с раздувной манжеткой. Набор лоригиальных масок, которые вставляются в ротовую полосу, подводятся голосовым связком, раздуваются, получается замкнутое пространство. Между легкими пациентами и аппаратом происходит искусственная вентиляция легких. Есть также лоригиальные трубки, которые вставляются в трахею, либо в пищевод, и, соответственно, раздуваются тайлиной манжеткой, осуществляя искусственную вентиляцию легких. Есть специальный зажим для проведения эндотрахиальной трубки через нос. Это в основном используется для лоровских операций. Повторяюсь, это далеко не весь арсенал. У нас существует еще и эндоскопическое отделение, которое помогает анестезологическому отделению и проведению искусственной вентиляции легких вентиляции трахеи. Также непрерывно производится мониторинг легочной и сердечной систем. Измеряется глубина анестезии. Для сохранения тепла тела пациента, а значит, более гладкого течения операции и послеоперационного периода, есть подогрев подачи газа в полость организма и венозных инфузий, а также простынь с подогревом для пациента. Сейчас мы с вами заглянули в святая святых операционного блока, в большой операционную, где проходит, что называется, онлайн лапароскопическая гинекологическая операция. Хотим, чтобы вы обратили внимание на ту безопасность, в которой пребывает пациентка. Она находится на искусственной вентиляции легких, трубочка ставлена в трахею, проходит искусственная вентиляция легких, параметры искусственной вентиляции легких, уровень обезболивания. Полностью обеспечена кислородом, нормальное содержание углекислоты, работает инфузионная система внутривенная, работает подогрев просто не пациента. Все проходит тихо, спокойно, комфортно. Большой монитор, плюс нагнетается углекислый газ в брюшную полость, тоже с подогревом. Подогрев больной, подогрев внутривенных растворов, подогрев газа, в который поступает, все это приводит к минимальной потере. Тепла пациентки, что улучшает ее пребывание во время анестезии и в послеоперационный период. После пробуждения пациент отправляется в послеоперационную палату для дальнейшего наблюдения и лечения. Палаты оборудованы многофункциональными кроватями, аппаратами для мониторинга артериального давления, пульса и сатурации. Также имеется аппарат для вспомогательной вентиляции легких и системы обогрева. Каждая койка оборудована кнопкой вызова медицинского персонала. В послеоперационной палате пациент окончательно восстанавливается, получает необходимое лечение и после прохождения реабилитации выписывается домой. Будьте уверены, ваши ангелы-хранители всегда рядом и в любой момент готовы вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин